хочу рассказать о лайфхаке как путешествовать по варадара максимально бюджетный комфорт следующая достопримечательность варадара это ресторан касса ну что резюмирую по поводу plaza america делать здесь абсолютно нечего первый раз вижу кубинскую аптеку ну уж очень громкая музыка очень ценник в среднем в 2-4 5 раз дороже чем в россии с недавнего времени на кубе разрешили предпринимательскую деятельность это главная прогулочная игра главная автомобильная улица варадара здесь едет весь транспорт вот один из таких попсовых типовых отелей эконом класса оказу находится я хочу немножко свернуть вглубь и посмотреть как живут местные местные живут в таких вот непонятных домиках хочу пройтись посмотреть здесь живет обслуживающий персонал отелей просто обычные кубинцы ездит также здесь есть кассы дома в аренду здесь можно снять себе жилье на отпуск хочу посмотреть как его хотя бы выглядит и немножко смешные домики кстати такой важный момент на кубе практически нету в домах стекол есть окна с такими железными железными жалюзьи и чтобы были стекла это редкий случай это супер зажиточная богатая кубинская семья должна же я могу сказать по меркам гаваны здесь просто живут олигархи если людей есть реально и стекла и какая-то мебель и покрашенные заборы возможно машина даже паркуются наличие гаража бабушка сидит отдыхает вторая бабушка сидит отдыхает ну не по крайней мере не пугает и выглядит прилично тем временем я пришел на рынок здесь находится такой marketplace большой рынок под тентом можно прогуляться посмотреть что продаетесь тесно продают в основном сувениры кепки магниты картины всякие побрякушки все ориентированного туристов статуи и тачки примерно понятие ассортимент товаров которые продаются здесь это пляжные сумочки футболки даже можно купить кубокар это пункт аренда автомобиля и конечно аренда автомобиля очень дорого обходится в кубе машины здесь в принципе очень дорого удовольствия машины здесь в принципе очень дорого удовольствия и снять самый простой какой-нибудь там для киа реки он будет стоить минимум 100 евро в день если допустим высокий сезон это до 170 200 евро может доходить прайс раньше чтобы арендовать машину записаться надо было еще до поездки на кубу это сделать вот до нескольких месяцев сейчас ситуация поменялась вроде как арендовать можно за несколько дней за 24 5 дней но это надо искать и нормальный хороший вариант они расходятся автомобили обычно на ручке не на автомате убитые старые высосаны конечно не ретро кара американские нерусские жигули но всякие старые пыжу пижо которым по 15 по 20 лет удовольствия от аренды и проката я думаю что немного будет очень приятно что бородера все вывески все указатели дублируются не только на английском и на русском языках это очень символизирует российско-кубинскую дружбу и упрощает понимание что как и где отели шопинг ресторана и так далее бакалея все можно понять даже человеку который не англоговорящий и не испаноговорящий очень мило правда хочу отметить что испанцы кубинцы исключили говорят на испанском чуть-чуть может быть несколько слов цифры знают английском русский не знают совсем за редчайшим исключительно поэтому желательно иметь google translator of line для того чтобы не было проблем с коммуникации пониманием скачали google translator подгрузили испанский язык и забыли если возникла необходимость открыли его и набрали русский текст показали таксисту где угодно в кафешках в ресторанах чтобы вас поняли адекватно ну такие прикольные новые лады не выгоняет по варадера по кубе при том что в россии практически не видном автомобилей в таком кузове но на кубе часто встречаются и они часто представлены в арендных салонах можно за порядка 150 170 долларов в день арендовать такой машин так вот выглядит типичный отель варадера стоит ретро-кар большой такой вот холл с колоннами с таким теневым завесом это получается въезд в отеле и ресепшн и флаги русского здесь нет а зато есть австрийский итальянский венесуэла немецкий швейцарский почему нет русской вопрос видимо здесь нет русских постояльцев и конечно офигенский автомобиль офигенские ретро-кары гоняет по варадера как и в принципе во всей кубе здесь туристический центр и наряду с центром гавана здесь максимальное количество в отличном состоянии сохранившийся ретро автомобилей можно встретить вот тут очередной рыночек как принципе и на территории многих отелей находятся такие же рынки изделия из кожи с рисунками какой-то примитивный простой текстиль футболки и сумки тарелки и магниты естественно сигары деревянные какие-то истуканчики улицы варадер идут по прямым углом от главные транспортно-пешеходной улице называется улице калия и нумеруются 2 3 4 и так далее доходят до кали 64 это крайняя улица дальше идет просто дорога прямая в сторону конца полуострова и там только отели там уже нет местных жителей нету какой-то особой инфраструктуры нету кафешек и рейстиков то есть весь движняк находится вот центре варадера это те улицы которые обозначаются словом калия вот что можно посмотреть чего радара есть кафешки рестораны и есть ночные клубы самый известный ночной клуб и самый большой самый модный это гавана клуб также могу от себя порекомендовать факторе 64 такой пивной бар ресторанчик тоже приятное место аутентично с адекватным ценником и приятным обслуживанием я забрел в район где живут зажиточные варадерцы то есть можно посмотреть какие у них шикарный по кабинским меркам дома два этажа хороший забор какое-то благоустройство какие-то растения вокруг велосипеды внутри какие-то террасы по местным меркам это очень крутое жилье такие дома даже в гаване это редкость не удивительно потому что все таки это туристический центр кто-то зарабатывает частным извозом такси у кого-то есть свои рестораны кафе ночные заведения люди получают деньги валюте естественно они могут позволить себе больше чем остальные жители также могу отметить что конечно в на примере населения гаваны на примере кубинской части постояльцев отелей могу сказать что очень большое такое социальное расслоение среди кубинцев у кого-то просто нижайший уровень жизни у них нет ни телефонов ни денег зарабатывать 20 долларов живут по карточкам в лачугах кто-то живет в хороших домах кого-то есть адекватные автомобили даже видел девушек с последними айфонами чик виллы кассы и дома местных видимо кто-то еще сдает в аренду здесь жилье а вот написано быть тима рента рум значок кассы телефон можно приехать честном порядке снять апартаменты здесь 10 а шезлонг терраска маленькая камеры даже стоять все в решетках то есть такой приличный нормальный современный уровень здесь тоже такой приятный домик не убитый какой-то бомжовник вот тоже такой адекватный дом пес такой с 2 этажа смотрит на меня чего тут хожу снимаю даже много заборов не облупленных а свежепокрашенных страна где очень дорого строят стоит все где в дефиците краска и любые стран материалы окрашенный забор не облуплены по крайней мере это признак высокого социального статуса вот допустим зеленый заборчик и очень такое просторное жилище чувак спит прям дома спит прям на террасе своей шезлонги у нее тут якорек первый раз вижу кубинскую аптеку загляну что здесь происходит фарма сия видно что есть ничего нет продажа могу нитроглицерин какие-то пузырьки что-то можно здесь добыть с недавнего времени на кубе разрешили предпринимательскую деятельность и стали появляться маленькие такие кафешечки ресторанчики один из них вот компас бар варадера где тусуется местные такой адекватный ценник компания местных пьет пиво вот так выглядит варадера широкая улица по которой не часто ездят машины ездят автобусы периодически и направо налево есть какие-то общественные пространства общественные места кафешечки рестораны пункты проката автомобиля есть банки есть мини-рынки естественно отели а также много оказ много домов которые сдаются в аренду много также пустырей и много жилищ местных жителей не перестаю удивляться красоте автомобилей ретро автомобили в шикарном состоянии периодически можно встретить кабриолеты и только кабриолеты в принципе огромное количество на американских автомобилей ford и chrysler и cadillac и так далее это центр варадера где кафешки ресторанчики прогулочная зона гуляют туристы фоткаются все достаточно приятно красиво следующая достопримечательность варадара это ресторан casa del al и такое красивое двухэтажное старинное здание за моей спиной примечательно именно тем что здесь бывал сам al capone известный гангстер и casa del al это первые две буквы al capone вот такой старинный особняк в котором можно погулять вход бесплатный и посетить ресторан выпить что-нибудь вилла похожи на станции Старый дом. Мне кажется, сами владельцы придумали легенду насчет того, что это была вилла Аль Капона. Хотя, может быть, действительно сам великий преступник здесь проводил какое-то время. История об этом доподлинно не знает. Продолжение следует... На вилле Аль Капона главное развлечение – можно покормить пеликанов за скромные чаевые. В 50-100 песо тебе дадут рыбу. Ты можешь кидать пеликанам эту рыбу. Я вернусь к тебе позже. Спасибо. Так вот выглядит вилла Аль Капона. Очень аутентичное и интересное место. Хочу подняться на второй этаж, посмотреть, что... Вот так вот выглядит вилла Аль Капона изнутри. Очень такое интересное место. Натуральный камень. Такой необычный деревянный потолок синего цвета, синяя мебель. И вид на океан. Офигенный вид на океан. Тусуются здесь пеликаны, ждут еду, наверное, чтобы им подали. А может быть ждут рыбу. Такой прикольный красивый вид на море. Очень красивый пляж. Пока пью пиво, могу сказать, по ценнику на вилле Аль Капоны Лобстеры предлагают 25 долларов. Напитки, а именно пиво, пинаколадо, мохито, боба-либры 5 долларов. Ценник гораздо выше среднего. Марина Вородера. Это самое лакшери-место на побережье Вородера, судя по машинам. Которое стоит несколько сотен тысяч евро. Ну уж, очень громкая музыка. Очень. Это Марина Вородера, где стоят яхты. Находятся очень крутые и красивые гостиницы. Магазин для туристов. Такие рестораны на пристани. Очень все цивильно, практически как в Европе. Погулять приятно. Но это такая более показушная зона. Местом здесь, чтобы что-то купить, это просто нереально. Все ориентировано на туристов. Местные могут только погулять, посмотреть, пофоткаться. И все. Хочу рассказать о лайфхаке, как путешествовать по Вородера максимально бюджетно и комфортно. Как объездить, посмотреть все локации, все достопримечательности этого курортного города с минимальными затратами. Это можно сделать не на такси, а на двухэтажном туристическом автобусе, который ходит каждые 15 минут вдоль всех отелей побережья Вородера. Можно в любой остановке зайти на него и на любой остановке выйти. Неграниченное количество раз. И бюджет действует с утра до 6 часов вечера. То есть можно потратить 5 долларов или 5 евро и путешествовать по всем туристическим интересным местам по острову Вородера. Гуляю, значит, я по Марине Вородера и идет такой местный чувак в маске. Он спутнится и показывает мне вот такого знака. Типа спрашивают меня. Кивает. Хочешь, не хочешь. Я, конечно, отказываюсь, но, в общем, предлагают много где и разные какие-то темы. Доехал до Плаза Америка. Это торговый центр. Народ вышел с автобуса. Тоже иду вслед за ними, посмотрю, что здесь продается. Верю, что ничего интересного я здесь не увижу. Хотя бы просто получить представление о том, что здесь нужно. Кубинское изобилие. Детские товары здесь продаются. Супермаркет. Сувенирчики. Одежда даже есть. Книги. Спортивные товары представлены. Такой достаточно приятный торговый центр. Внутри очень симпатично. Закрытый такой дворик. И впереди море. Тут такая приятная кафешка с видом на океан. И хочу посмотреть, какие цены. Салат 35 песо. Филе мяса 250 песо. Местные сидят. Видимо, ценник здесь адекватный. Карписо Италия. Ценники тоже итальянские. Сумочка 158 евро. 70 евро. Чемодан от 190 до 250 евро. Для местных неподъемные цены. Это кубинский супермаркет. Естественно, чтобы попасть внутрь, надо стоять очередь. Цены просто кусаются. Фантастические. Масло оливковое стоит 11 евро. Стоять очередь я не намерен. Я могу посмотреть, сколько что стоит. Оливковое масло стоит от 7 до 13 евро. 13 евро стоит литр. 2 евро стоит кетчуп. Маленький кетчуп стоит 1,5 евро. Реально раза в 3 дороже, чем в России. И такие полупустые полки. Ничего особо здесь нет. Все равно местные вынуждены стоять и ждать. Потому что на кубе Выжесточайший дефицит продуктов, товаров. Деваться некуда. И, грубо говоря, бутылка масла литровая стоит как 70% зарплаты за месяц среднего кубинца. Это просто фантастическая сумма. Это все равно, что в России бы продавалась бутылка масла за 15 тысяч рублей. Или за 20 тысяч рублей. Просто фантастика. Ну что, проник я в кубинский супермаркет. Все-таки нашел место, где не так много очередей. Хочу показать примерные цены на продукты. И на товары народного потребления, так сказать. Сколько сейчас стоит. И что вообще, в принципе, продается в кубинских магазинах. Разверну камеру. Какие-то поварешки 20 евро. Поддоны. Матрасы 25 евро. Одна тележка продается за 30 евро без малого. Немногочисленная посуда. Вот такая херня стоит 3,5 евро. Тарелочка 5 евро. Постельное белье. Есть памперсы. Целые зоны с памперсами. 8 евро. В принципе, на памперсы адекватный ценник. В сравнении с Россией. Но для местных неподъемные абсолютно. Коврики даже можно здесь купить. Пошла зона с алкашечкой. Какие-то сухарики какие-то. Вафли за 3 евро. Так, у нас что здесь? Ликерчики по 3 евро. Кстати, эти ликеры представлены в отелях. Есть достаточно приятные. Гавана Клуб 9 евро. Так. Гавана Клуб Спейшл 6,80 евро. Большой объем 9 евро. Резерва 13 евро. Резерва это скольки летний вопрос? Не знаю. А вот Гавана Клуб 7-летний 23 евро. Это который limited edition. Супер-супер мега VIP. Есть полулитровый 7 евро. Хотя, в принципе, в Гаване он продавался по 3,5 евро. То есть, где-то все в 2,5-3 раза дороже, нежели в коммерческих магазинах в самой столице. Пробуем. Тоже ром 13 евро. Легендари 13. Хороший. Вот маленький ром легендари. Белый. 4,5. Столичная. Интересно, где ее производят? Делают на Кипре 23 евро. Водка стоит. Очень дорого. Альмека. Вип-зона с алкоголем. Винишко 20, 17. Ну, старт от 6 евро. По 30, по 26 евро. Конечно, все ориентировано у туристов. Ну, по меркам, конечно, Кубы просто фантастический выбор. Здесь штук 20 видов вина. Есть три вента. Там аргентинская, испанские вина. Зона с крупами. Какое-то пшено 2 евро. Рис 4 евро. 2,5 евро. Это стручки 2 евро. Кетчуп стоит 2,20 евро. 2,20 евро. Большой объем шоколада. 38 евро. Томатная паста. В разных вариациях представлено. 2,5 евро. Спагесси. По 3 евро, по 1,5 евро даже есть. Так, что еще? В конце вода. Вода по 70 евроцентов. Полтора литра. И 45 евроцентов. Маленький объем. Так, и консервы. Шампиньончики по 2 евро. Маленький горошек. Прям, не знаю, сколько здесь. Грамм 30-40. А, нет, 150 грамм. 1 евро. Наверное, самое дешевое, то, что я видел в этом магазине. 2 евро. Какие-то консервы, непонятно что. Так, и колбасный отдел. Сидит такой дядька. Зеловой. Продает колбасу. Но настолько дорога, что местные, конечно, только приходят на нее посмотреть в большей массе. Хотя, в принципе, вот здесь вот 800 грамм. 5,5 евро. То есть, 4 палки колбасы на кубинскую зарплату можно себе купить. И ветчина. 45 евро большая упаковка. Вот килограмм 6,75. Реально дорого очень. Кубицам остается только рассчитывать на какую-то халявную путевку в санаторий отель Вородера, чтобы отъесться, отпиться и что-то с собой какую-нибудь еду притащить домой. Псевдовыбор. Создается впечатление, что выбора много. Но вот видно огромные стеллажи с идентичными товарами. Практически от пола до потолка одни и те же консервы, которые никто не берет. И заходят, типа что-то есть, но по факту нихрена нет. Ценник фантастический. Большая томатная паста. 10 евро продукт. Это экспортный товар. Почему местные не учились делать еще? Большой вопрос. Кстати, не видел пива я здесь. Может быть его и нету. Именно в этом магазине. Экспортные товары, конечно, стоят конских денег. Блин, бутылка стрёмной столичной водки кипрской. Больше, чем кубинская зарплата. Как так-то? Ну что, резюмирую по поводу Плаза Америка. Делать здесь абсолютно нечего. Несколько туристических магазинов. Магазины с алкоголем. Две штуки. Два магазина с сигарами. Два кафе. Внутренний дворик. Один супермаркет. Несколько магазинов с спорттоварами, шлепанцами. И какой-то примитивной одежды в три дорогая. Ценник в среднем в 2-4-5 раз дороже, чем в России. Нет смысла что-то здесь себе покупать. За исключением сувениров. Сувениры. Может быть, ром. Может быть, сигары. Можно купить. Однако, в принципе, я думаю, что в любом отеле продаются те же товары за то же цену. Приезжать сюда я не вижу смысла.